ПЕСНЯ 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 ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ БОЛЕЛЬЧИКОВ С НАЧАЛОМ СЕЗОНА ДОЛГОЖДАНЫМ ПЕСНЯ ОСЕБЁ ПЕСНЯ 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 поддержать одну и вторую команду в целом такое было ощущался праздник футбола что первый официальный матч интерес со всех сторон как говорится и мы футболисты тренеры и команды вот в целом и соперник вот и болельщики с обеих сторон тоже я считаю что хорошая поддержка была поэтому в целом еще раз говорю с точки зрения первого официального матча все было достаточно на хорошем уровне вот исключение наверное только качество игры с обеих сторон вот могу сказать что наверное не так много качественного футбола получилось сегодня комбинаций каких-то да было большое напряжение чувствовалось у меня такое ощущение что одна и вторая команда не владели супер кубком да и вот это ответственность за то чтобы все-таки постараться завоевать этот первый трофей в истории клубные до что торпеда что у нас возможно немножко оказывал такое давление вот в плане психологическом вот ну скажу так что много борьбы физически мне показалось что довольно неплохо и одна и вторая команда по движению по единоборствам вот но еще раз повторюсь что конечно мы ждем я думаю что и тренер коллега мой и я конечно ждем от своих команд более качественной игры этого к сожалению не получилось но именно по самоотдаче по единоборства по желанию победить конечно тут как бы градус был хороший плюс еще раз говорю все это соответствовало именно и хорошему антуражу давайте скажу так что в принципе по тактической расстановке которую мы сегодня использовали с одним нападающим 4 3 3 в целом рисунок игры был нормальный перестраиваться на схему с двумя нападающими была мысль такая но потом мы все таки решили оставить схему неизменное чтобы у нас середине поля было преимущество в одного полузащитника поэтому трофим вышел именно в позицию левого атакующего полузащитника вот мы сделали сначала его на замену выпустили именно слева вместо черника он там неплохо смотрелся также при перестроении в контрольных матчах поэтому была такая задумка затем уже когда павла милешина заменили мы уже трофима отправили на острие вот но уже в конце перестраиваться на два нападающих счет был 00 понятно что рисковать в концовке игры за пять минут до игры выпускать володю вторым нападающим чтобы сыграть 442 ну не было резона никакого поэтому как бы если бы было дополнительное время в регламенте да возможно я бы так и сделал вот чтобы учитывая исход ничейный основного времени и 30 минут дополнительного времени возможно перестроил бы игру на 442 чтобы оказать больше давления именно уже в дополнительное время но коли регламент так придуман что нету дополнительного времени естественно уже перестраиваться не было смысла поэтому только с этих соображений хвощинский не появился на поле а так конечно мы я думаю в дальнейшем будем использовать схему с двумя нападающими центральные нет не за этого мы изначально свою тактику вырабатывали на этот матч до того момента как увидели по стартовому протоколу примерно мы определили уже в какой расстановке будет играть соперник но скажу так что соперник изначально в три центральных защитника играл так левицкий левого центрального играл вот поэтому это не перестроение их по ходу игры они играли в три центральных защитника вот поэтому здесь ну ничем они там нас не удивили я думаю как так же как и мы соперника тоже особо ничем не удивили потому что в контрольных матчах соперник использовал 442 схемы и 343 то есть мы это видели из того анализа которые провели также я думаю соперник точно также по нам мил полное представление поэтому но я думаю что тут не дело в тактических схемах да кто кого где-то чуть-чуть переигрывал там или в эпизодах я имею ввиду тут вопрос в том что то что я сказал вначале что не совсем качественная игра в исполнении обеих команд именно с точки зрения создания голевых ситуаций а так все остальное в принципе еще раз говорю по желанию по самоотдаче никаких вопросов хотелось в дальнейшем еще улучшать свою игру я думаю и нами соперникам последнего вышел сегодня в основе как оказалось я так бы не сказал что выпадал во первых любой футболист на футбольном поле он зависит от действия всех скажем так цепочек на футбольном поле да понятно что в первом тайме мы что торпеда что мы так больше длинными передачами но на это объясним потому что еще раз повторюсь в первую очередь обе команды хотели не допустить какую-то ошибку до которая могла бы оказаться в какой-то степени роковой потому что стратегически если команда пропускала гол то вторая команда могла бы чуть по счету уже сыграть опять-таки с учетом каких-то особенностей игры и так далее вот но в целом еще раз говорю что здесь в первом тайме маловато конструктива было поэтому так показалось что по павел милешин так вот не часто встречался с мячом и в целом мы в перерыве сделали корректировку в этом плане я сказал ребятам что да нам надо чуть более качественно начинать атаки в целом вот первая половина второго тайма мы чуть лучше начали начинать атаки селява на мяче стал более активно действовать вот но до павла еще раз говорю моментов голевых не было как у него так и у команды в целом наверное за исключением может быть эпизода когда пигас штрафной площади мог встретиться более качественно с мячом для того чтобы именно при возврате мяча забить гол но еще раз говорю это такой маленький маленьким полумомент можно так назвать дем его так можно назвать опасным ворот соперника соперника было в конце два момента где он нам трудновато было именно там ну там здорово мы справились этой ситуации поэтому в целом я бы не стал там на милешине павле акцентировать внимание с точки зрения его игры я хотел бы акцентировать внимание с точки зрения вообще командных действий что не совсем у нас игра получилась сегодня абсолютно ничего я сказал ребята мы не будем акцентировать внимание на тех ребята кто не реализовал пенальти мы один коллектив и любой может быть на этом месте поэтому и очень важно сейчас оставаться сильным коллективом ничего страшного не произошло да к сожалению еще раз говорю была сегодня возможность сделать в истории клуба этот шаг завоевать все-таки в истории минского динамо суперкубок ну коль так случилось значит опять-таки надо что-то значимое выигрывать на внутренней арене чтобы в следующем году опять участвовать борьбе за суперкубок несколько травмированных ребята у вас было на которых не могли рассчитывать чувствовалось и сегодня особо чья-то них нехватка кого-то из них травмированный кто конкретно сеть кодом но сеть к не травмирован сеть кода павша пропустил большую часть предсезонной подготовки из-за болезни скажем так курса курса определенного профилактического курса для того чтобы вернуться к тренировочному процессу поэтому в силу определенных таких врачебных указаний он не мог физическую нагрузку получать поэтому январь и февраль практически до середины февраля он пропустил сейчас он начал уже работать по индивидуальной программе поэтому сейчас он подтягивает его кондиции тренеры по физподготовке для того чтобы уже я думаю через недели две добавится в общую группу поэтому конечно паша в прошлом году был одним из ведущих футболистов нашей атакующей линии но сейчас то ну так обстоятельства мы их принимаем мы на это не делаем скидку не жалуемся на это просто принимаем эти обстоятельства как есть ждем его возвращения в общую группу чтобы он дальше нам помогал в этом сезоне безусловно готовились ли вы как-то что сегодня могут может быть серии пенальтика цены были заготовлены также пятерка у вас пенальтистов конечно мы с точки зрения подготовки к матчу все сценарии можем учитывать тренеры да но с точки зрения психологии да вот говорить о команде о том что ребят если будет серия пенальти и там надо готовиться к ней как-то основательно да то есть это изначально посыл от тренера идет такой что мы не выиграем в основное время от меня такого не будет звучать по крайней мере в минском динамо однозначно такого не будет речь шла о том что ребят важно сработать по максимуму в основное время и не доводить дело до 11 метровых то есть даже вот эту фразу не доводить дело до 11 метровых я даже не говорил я стал важно одержать победу в основное время вот и все